По старой доброй традиции, как ругать парламент, мы провели вновь опрос среди участников, кто будет нашим гостем. Итак, в финале Курмамбек Осмонов, Курмамбек Бакиев и депутат парламента 5-го созова Курмамбек Дакамбаев. Барабанная дробь. И у нас в гостях Курмамбек Дакамбаев. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что пришли. Добрый вечер. И у меня самый первый вопрос. Вы представляете фракцию республики, республика, в скором времени есть такие разговоры, что вы войдете в коалицию большинства. Это правда? Это просто какие-то намерения, но это еще не факт. Не факт, да? Я, например, душой пока еще хочу быть оппозиционером. Это у вас всегда быть против чего-либо или... Против действующего правительства. Против действующего правительства. А такой вот вопрос. Как вы оцениваете работу вашего парламента? На пятибалльной или десятибалльной? По пятибалльной системе. Пятибалльной... Только час. А что уже пятибалльной не хватает? Типа так классно, что уже прям по десятибалльной можно... Так вот, тройку можно поставить. По десятибалльной? По пятибалльной. Это уже вторая тройка в истории нашей передаче к нам приходила. Ну, вообще, да, слушай, наверное, объективные люди. Мы, по-тройку, твердую. Если мы всех депутатов соберем и каждый будет говорить на тройку, может быть, уже и о ростуске будет идти речь, да? Я просто служу у парламента три функции. Вот. Первая функция писать закон. Ну, пишем закон на четыре балла. Разговора нет. Пишем другой вопрос механизм реализации этого закона. Второе. Мы должны контролировать, как работать с законом. Вот здесь два балла. Мы не работаем, не контролируем. То есть не контролирует никто, да? Да, мы вот, я выезжаю в регион, куда-то не поет, я спрашиваю. Буквально недавно был в Анкаре. Вот я не даже закон написал. У вас работает или не работает? Я захожу в посольство, говорю, ну как? Обкределяешься, какими мы за мной что-то с нами? Они все растерялись, никто вообще не спрашивал. Или захожу в райадминистрацию. Какие законы вам помогают жить, а какие, наоборот, мешают? И люди растерялись. Законы джунглей. Вы ядной крови. Поэтому мы не контролируем. Поэтому вот буквально недавно была передача на НТС. Молодежь говорит, вот закон о табачном запрете, да? В частях, что за эти шесть лет, семь лет, ни одного администратора противного штрафа не было. Потому что пожарники приходят, говорят, нельзя курить. Все, не курят, ладно. Я посмотрел, как правительство реализует закон. Я посмотрел, там Минздрав, Минздрав, Минздрав. И нигде не увидел слова Айвлифмату или Мэрия. Ну да, да. Чтобы район, ну там, или школа не увидел. Потому что сейчас же молодежь начинает курить. Если вот закон не работает, не приземлен, то он не работает. И третья наша функция, это как бы встреча с избирателями. Вот здесь мы на пять. Поэтому вот пять. Все эти красноречивые. Да, красноречивые. Мы такие хорошие, но нам не дают. Голосуйте за нас. Они все такие. А я не такой. А мы не такие. И что от поездаем, да. А вы сами курите? Нет. А вот если вот ваш сын, например, да? У вас два сына. Как вы будете бороться с этой дурной привычкой? Ремнем или как-то вот как с избирателями вы встречаетесь? Во-первых, допустить, не допустить, чтобы он курил. Во-вторых, если случилось, де-факто, ну что сделать? Это опять-таки, что считаю, что это может произойти, когда надо убеждать. Я считаю, что диалог только диалог. А как вот битие определяет сознание? Это на первоначальных этапах возможно. Так, пока поперек лавки помешает. А потом значит дать может. Да, в том, значит, можно. Если вышел на одну голову. Скажите, а вот правда вы были председателем или президентом ассоциации фермеров, крестьянских хозяйств и так далее? Да, поможет. Потому что фамилия у вас Дейкомбай. Или почему? Вот что было первично? А вот это вот не случайное совпадение. Правда не случайное? Расскажите. Моя профессия связана с крестьянами, с сельским хозяйством. Я учился в Белоруссии, закончил Витебский ветеринарный институт, а потом... А почему ветеринария и почему с крестьянами? Может быть, как-то не так параллели про вас? Потому что это связано с животноводством, медицинский врач человека лечит, а ветеринарное человечество. Поэтому я выбрал как бы больше, шире, вместе с человеком все человечество. Здорово, слушайте, ну класс. А как вы относитесь к казино? Вот ту казино закрыли. Вот недавно опять появилась новость о том, что кто-то предложил открыть эти казино легальные. А как-то еще не закрыты были? Вот если я сейчас скажу, что я в Кыргызстане не был в казино, вы не поверите. Не были, да, ни разу? Я не был ни разу в казино. То есть когда подпольное хлопнули, недавно там были депутаты не высидели. Хотя вот буквально в этом году я был в Лас-Вегасе и вот целыми днями ходил внутри казино. Куда не пойдешь, везде казино. Ну так были все-таки в казино. В Лас-Вегасе. И у меня не было желания. Поэтому я считаю, что закон, который мы приняли, это был народный закон. И мы должны парламент отстоять, чтобы вот новые инициаторы есть, которые хотят сейчас... Правильно говорите. Чтобы там изменения, чтобы... Ну, шайтан нещикла, так? Правильно. Давайте, говорит, этот закон будет представлять жизнь местного самого плена. Например, мэр Исаев Меркулов. Вот он хозяин этого казино, 50% акций его. Вот он будет смотреть, кому можно, кому нельзя. Ой, тоже. И если мэр... Прямо самым входом будет стоять. Потом бюджет, который получится из этого казино. Будем строить в Бишкеке детсад, школы, дороги. Если мэр будет хозяином казино, то там автоматы не будут работать. У-у-у, да. Все будет полночено. А вот недавно такая новость была, да, что подпольное казино вскрыли, хлопнули, и там были депутаты, высокопоставленный чиновник, потому что было казино-класса VIP, даже какой-то вот прям милицейский, очень высокопоставленный чиновник. Почему сразу не написали фамилию? Вот если бы я была депутатом, девчонка поискок, давайте опубликуем. Да, ну, я тоже считаю, что надо было сразу обнародовать. Их же всех узнали, вот почему. Ну, там же вот такая постойца русская есть же, ворон, ворону глаз не клюет. Ну. Вот эти, кто их поймал, потом увидел, обнялись, поздоровались. Передумал и уехал, да? И вот так сделали. Закон вот с 1 января работает с прошлого года, да, а к сожалению, вот теневое казино сегодня до сего. Но это жутко раздражает. Еще мало того, что раздражает, казино из города ушло в регионы даже, вот, Соколов, Беловодск. А там что, на Баранов играет? Вот. Три теленка, нан, зеро. На Ясакуле, может, на коробке. Ха-ха-ха, классно. У меня лично второй вопрос. Альтернативная валюта, я слышал, что там дисциплина. Это на самом деле или нет? На самом деле. На самом деле. Гости ходят, могут так сделать. Вместо конверта? Да. Опять же. Вот это да. Все. Десять коробок, да? Мы услышали официальную версию, как проводится ТОИ в Искульской области. А сейчас попробуем скомментировать. Скоро это в дорогах. Да. А теперь такой вопрос. Вернемся к вашей деятельности. Скажите, пожалуйста, вот чем вы можете похвастаться вашими достижениями в законотворческой деятельности как депутата? Вы написали там 15 законов там и так далее и то подобное. Ну вот последний закон, который я писал и лоббировал и третье течение мы уже принимаем, это закон о гарантийных фондах. Такого закона в Казахстане не было по мини, но этот закон дает помощь малому и среднему бизнесу. И для лепреконов объясните, что это такое. Это вот когда у бизнесмена какая-то идея есть, он хочет поставить залог что-то, но не хватает. Тогда вступает третьим лицом гарантийный фонд между банком, бизнесменом, гарантийный фонд. И гарантийный фонд дает гарантию банку, что он отдаст. Да. И он нормальный. Он нормальный. Потому что я изучал во Франции, в Италии, на протяжении 100 лет уже гарантийный фонд, вот так поднималась экономика. И в Кыргызстане уже мы опробовали в Харабалте, в Ялабаде пилотные проекты. И тоже эффект такой. А как же наша кыргызская «тай кем боло, тай кем берет»? Карантийный фонд, да, такой. Кыргызчок. Это как раз кыргызских у нас загоняет, что люди уже все в долгах. Вот даже вот в это правительство сейчас 10-процентный кредит. Мы даем, даем. Но фермеры не могут взять, потому что все, что у них было, заложено под разные проекты. А потом, мы говорим, не берут 10%. Понятно. Слушайте, вот депутатов и чиновников часто ругают. Вы к этому как относитесь? Нормально, это правильно. Правильно, да? Потому что сама суть политиков, они должны быть там, высоко, и должны ругать, ругать. И они должны вот так вот, как дерево направо-налево, а корни, вот где народ, там должна быть тишина, где бизнес, там должна быть тишина. А у нас наоборот еще получается. У нас там сейчас хумтор, там джеруй, там где бизнес, там население, там у нас, знаешь, будоражит. Чаллабата. Она вверху спокойна. Она вверху спокойна. Даже не идут на диалог. Подайте все спокойно. Да, все спокойно. Там спать можно, да? Да. Потом, когда уже успокоятся, могут поехать. Понятно. Вот уже практически начался туристический сезон. Да. Вы сами со Сыкульской области. Как вы считаете, у нас в этом году будет хороший наполовок пристав? Я думаю, должен быть, потому что нормальный, здравомышленный человек, он летом хочет поехать отдохнуть с семьей или с детьми на берег Сыкуля. В этом будут обещать, что цены не будут прошлогодней. Не будут прошлогодней? Говорят, уже ниже будут, да? Даже ниже будут, да. Я обещаю. Там особняк есть, ниже не будет, поверьте мне. Я думаю, что стабильность будет там. Все-таки Сыкульская область живет эти два месяца за счет туризма. Полнокровной жизнью и зарабатывает. Ваш коллега депутат Сыкульской области Максат Сабиров, он сказал, что туристы вредят нашему Сыкуле. И вот была бы его воля, он вообще запретил бы туризм, чтобы только местные отдыхали. Потому что, дескать, все в Сыкуль впадает, и не только реки, как вы понимаете, а еще и ручьи. А ничего не вытекает. И вот, дескать, там все это засоряется. Ваша точка зрения? Ну, я отчасти не согласен, потому что природа, она как бы, Сыкуль, она сама регулирует. И вот, возможно, там 500 тысяч или миллион, она может и так самоочищение произвести. Ну, естественно, мы должны, как люди соблюдать экологию, не бросать туда пластиковые бутылки, там ввели другое, третье. Канализация должна работать. Вот, да. Но, к сожалению, это очень проблема номер один. А у меня еще один вопрос такой. Вот вы говорите, что вы с народа. Вы из Сыкульской области избрались? Ну, в принципе, нас избиралась вся страна, но я больше работал как бы с избирателем по Чуйской области. По Чуйской области. Сколько стоит кресло депутатов? Сколько коробков. А дальше вы получите кресло депутатов? Ну, я считаю, что если вот на рекламу, то минимум от 30 до 100 тысяч долларов выходит. Ага. На каждого депутата? А сколько это коробка? На одну депутатную 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 депутатную. Теперь вторая часть вопроса. Оттуда деньги? Это, кстати говоря, сразу фарварнулось сообщение в антикоррупционный комитет. Да, да, да. И здесь, естественно, только за счет спонской помощи. А, по спонской. Поэтому здесь, опять-таки, в парламенте есть депутат, которые ни одну копейку, ни одного тыина не вкладывали и стали депутатами. Есть. Глаза честные или как? Нет, просто они были в списке за то, что женщина или молодой и так далее. Вот. И другой националист. Без особого за звук. Да. И другой национальности. Вот. Но есть, которые просто купили. Понятно. Поэтому здесь вот как пять пальцев. А же покупать выгодно? Прям окупается? Да, вот как быстро окупается вот те деньги, которые вы озвучили? Вот. Ну, я думаю, вот если взять, я не хочу за других говорить, если за себя взять, то если бы я вложил бы сто тысяч или пятьдесят тысяч, то я их не окупил бы. Потому что я живу в своей квартире, за все коммунальное плачу сам. Живу, езди на своей машине, ремонтирую опять сам. Бензин тоже свой, наверное, да? Только номера поставил. Да, номера поставил, да. И то иногда снимаю. Потому что, ну, вечно там неудобно с этими номерами. Ну да. Исказино неудобно. Да. Я бы, наверное, эти деньги два депутатских, и пятый, и шестой созыв покупал бы. Предпоследний вопрос. Что вы посоветуете тем туристам, которые первый раз на ИСКУ едут? Что с собой самое необходимое взять? Ну, кроме денег, это понятно? И документы. Хорошее настроение. Отлично. Отличный ответ. Спасибо большое. Это была студия 7. Увидимся через неделю. Всего хорошего через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok